Итак, коллеги, Олег Борисович продемонстрировал варианты, возможные варианты закрытия очень больших перфораций. Это такие нестандартные решения, которые родились, ну можно сказать, от такой, некоторые самодельные методики, но это варианты закрытия больших перфораций, которые возникают в частности у Олега Борисовича при удалении каких-то крупных образований, когда имеются полностенные дефекты. Помимо таких вот нестандартных решений, есть, скажем так, решения стандартные, которые производятся конкретными производителями. Я имею ввиду компанию Овеско, вот компания Овеско, локализации в Республике Германии. Вы наверняка слышали про эту клипсу, она так и воспринимается, все имеют клипсы Овеско. Сейчас мы продемонстрируем, как она работает, как она работает применительно к закрытию перфораций. Итак, комплект поставки выглядит вот таким образом. Вот это одна коробочка, это одна клипса. Что же там находится внутри? Внутри, естественно, есть инструкция о том, как монтировать эту систему на эндоскопе. Это одноразовый набор. Тут имеются все необходимые компоненты для того, чтобы применять эту клипсу. Здесь сама клипса уже смонтирована на колпачке. Этот колпачок мы будем одевать на эндоскоп. Там уже заведена и фиксирована нить к колпачку. И эта нить нужна для того, чтобы произвести сбрасывание клипсы. Клипса, я напомню, она закрывается не за счет движения, механического движения с шарнирами, как это происходит с клипсами, те, которые проводятся через канал эндоскопа. Клипса Овеско, это клипса, которая располагается снаружи от эндоскопа. И закрывается она за счет своей упругости, своих упругих свойств. То есть, это само момент закрытия производится только моментом сброса, сталкивания клипсы с эндоскопа. Также в комплект входит катетер черненький. Он нужен для того, чтобы провести нить через канал эндоскопа. И катушка, на которую наматывается нитка для того, чтобы произвести сбрасывание этой клипсы. Итак, приступаем к монтажу клипсы на эндоскопе. Открываем упаковку. Первым делом нужно смонтировать катушку на инструментальном канале эндоскопа. Мы открываем вот эту ленточку с липучкой. И дальше мы насаживаем вот этот металлический штырек, металлическую трубочку катушки на канал эндоскопа. Ну, сейчас я сниму клапан и объясню один важный момент. Эндоскопы могут быть разных конструкций. В данном случае у нас эндоскоп Пентакс. И у Пентакса вот эта горловина, вход в инструментальный канал, он более узкий, чем у других производителей. И как вы видите, если мы без клапана будем насаживать, одевать катушку, то он не будет там фиксироваться и не будет герметичного закрытия вот этого узла, вот этого места. У эндоскопов Олимпос и Фуджи вот эта горловина более широкая. И там можно монтировать вот эту катушку без клапана. И там за счет вот этой пластиковой вставки она достаточно плотно будет входить в это место. У Пентакса же важным элементом является клапан. Силиконовый или резиновый клапан, он должен быть одет и он будет обеспечивать герметичность этого узла. Итак, мы через клапан вставляем нашу катушку. Так, одели. Мы видим, что он достаточно плотно там располагается. После этого мы ленточку оборачиваем вокруг рукоятки эндоскопа. Продеваем через такой вот скобу и фиксируем за счет липучки на канале эндоскопа. Таким образом, эта катушка оказывается плотно фиксированной на рукоятке эндоскопа. После этого мы берем катетер из набора, который вот в комплекте поставки. Любым концом, это всего лишь катетер, на конце которого имеется крючок. Мы проводим через клапан в катушке. Здесь имеется силиконовый клапан, это место входа в инструментальный канал. И проводим катетер через этот силиконовый клапан в канал эндоскопа. До момента, пока он не покажется с дистального конца эндоскопа. Все, показался. Теперь мы берем колпачок с фиксированной к ней нитью. Нам достаточно взять сам хвостик. На кончике нити имеется узелок. Узелок имеет важное значение и он там сделан не просто так. Он, во-первых, помогает фиксировать нить, когда мы одеваем на крючок. И он будет необходим для того, чтобы фиксировать нить к катушке. Итак, мы зацепили нитку за крючок и дальше втаскиваем. Дальше я втаскиваю катетер внутрь. Видите, она разматывается сама, не надо ничего делать. Буквально до последнего момента. В первоначальном своей упаковке она уложена таким образом, что достаточно захватить кончик нити, она будет сама разматываться, вот эта подложка, на которой намотана собственная нить. Итак, у нас кончик нити, вот я его держу рукой с узелком, появился снаружи, со стороны катушки. Следующим шагом мы должны зафиксировать вот этот вот свободный конец нити на катушке. На катушке имеется отверстие с прорезью. Именно в это отверстие мы опускаем кончик нити с узелком. Слеповат ты стал, Юрьевич. Есть такой момент. И смещаем в сторону прорези. Таким образом, за счет этого узелка, она, нить фиксируется на катушке. И после этого производим наматывание нити на катушку. И подтягиваем, таким образом, подтягиваем нить и сам колпачок к концу эндоскопа. После того, как мы нить приблизили, уже можно произвести надевание этого колпачка на дистальный конец эндоскопа. Обращаю внимание, обратите внимание на этот узел на колпачке. Это, по сути, сбрасывающее место. И показывает направление, куда идет нить. Нам надо ее спозиционировать максимально прямо. Не перекручивая, чтобы, с одной стороны, не перекрывать себе поле зрения, с другой стороны, чтобы натяжение было равномерным. Поэтому вот именно этот узелок мы ставим напротив инструментального канала. Именно так позиционируя. И плавненько одеваем. Самое главное, опять-таки, здесь пальцем не нажимать на эту нить, чтобы случайно не сбросить. Если вы потянете за... Сорвется палец, потянете за узелок, вы просто сбросите клипсу. Насадить ее сами руками, ну, вряд ли вы сможете. Да, коллеги, при вот этих всех манипуляциях, при снаряжении, монтаже клипирующей системы на эндоскоп, помните, что надо проявлять аккуратность, чтобы случайно не зацепить, не потянуть, не сдернуть, не чрезмерно не оказать давление на нить. Потому что вот это натягивающее усилие, оно может привести к непрогнозируемому сбросу клипса. И она, клипса, просто слетит с колпачка. Итак, Олег Борисович уже сказал, что нужно правильно позиционировать сам колпачок на конце эндоскопа. В поле зрения это видно именно по вот этой прямой линии, которую показывает нить, уходя по самому кратчайшему расстоянию в проекции выхода инструментального канала. В данном случае вот с этой моделью эндоскопа у нас на 5 часах. У других моделей эндоскопов это может быть на 6 часов, на 7 часов, на 9 часов. То есть в зависимости от того, какая у вас модель эндоскопа, так и должна располагаться вот эта ориентация колпачка на дистальном конце эндоскопа. Следующий момент, который нужно помнить при одевании колпачка на эндоскоп, это глубина насаживания этого колпачка. Вот если обратить внимание на эндоскопический вид, на внутренней поверхности колпачка имеются вот такие три выступа. И это те ограничительные выступа, которые должны упереться в конец эндоскопа. Таким образом мы насаживаем колпачок вплоть до упора. При одевании колпачка лучше его придерживать сбоку. Сейчас у меня получается выраженное усилие. На самом деле я всегда рекомендую немножко силиконом. Смазать, либо хотя бы смочить. Да, потому что так по... На сухую резину заходит он достаточно плотно. Так, надо усилие. А вот здесь то, что давим сверху, здесь очень важно вот эту нить не надавить на нее. Иначе сейчас эта клипса окажется мне на пальце. А вот при захвате снаружи мы как раз... Избегаем этого. Да, страхуем себя от того, чтобы клипса оказалась на пальце, и придерживаем клипсу на самом... Ну, при этом, надо сказать, что и клипсу надо не трогать, потому что здесь можно как раз-таки, ну, случайно ее сместить, и это опять-таки придет к непроизвольному сбрасыванию. Теоретически есть вариант вот как бы это равномерно давить вот таким образом. Вот. Подсаживать. На столешницу. Вот видите, потихонечку делаю ее, я так не спеша, потому что... Ну, вот все, по-моему, ушли у нас с поля зрения. Вот эти ограничители не видны в поле зрения, это значит, что клопачок одет корректно, максимально. Все, система смонтирована, мы можем приступать к применению, к накладыванию клипсы. Сейчас мы рассматриваем вариант применения клипса-веска в закрытии дефекта, поэтому для закрытия дефекта, крупного дефекта, мы воспользуемся дополнительным устройством. Это так называемый квин-граспер или двойной захват в русском переводе. Это название этого инструмента. Итак, вот вы видите, имеется большой дефект, мы можем свободно выходить в брюшную полость. Вот мы и попробуем сюда. Тут у нас... Может быть, справа? Типа тот, который... Там, по-моему. Вот. Вот этот вот. Ага. Другой дефект. Хорошо. Посмотри, какой удобный. Ну, возьмем этот дефект. Хорошо. Итак, следующим шагом мы проводим наш захват в канал эндоскопа. Инструмент идет туда же. Мы для работы используем самый обычный стандартный эндоскоп, одноканальный. У многих коллег возникает вопрос, надо ли использовать двухканальные эндоскопы, что подразумевает, что за один канал проходит нить, через другой канал инструмент захватывающий нет. Такой необходимости нету. Мы можем использовать самые обычные эндоскопы, одноканальные. Но при этом надо помнить, что у нас инструмент идет туда же, где уже находится нить. На катушке нет никаких фиксирующих механизмов, которые бы фиксировали нитку и не предотвращали ее разматывание по мере продвижения захвата по каналу. Поэтому я советую, немножко создав такое вот легкое натяжение нити, фиксировать ее пальцем, чтобы барабан не разматывался и нить не разматывалась. После этого мы можем спокойно вводить. Кстати, предварительно можно смазать, хотя бы водой смочить, чтобы было небольшое такое легкое скольжение. И проводим захват в инструментальный канал эндоскопа, придерживая пальцем катушку, чтобы не разматывалась нить. Проводим. Да, очень важный момент этого натяжения. Я увидел сразу электрическим привычным движением, сразу чуть подтянул, еще даже не комментируя. Потому что если у вас ослаблена нить, и вы не держите катушку, то нить выходит вместе с инструментом здесь, и она может обернуться вокруг него. Да, хвататься на захват, и это создает сложности при дальнейшем манипулировании. Итак, как вы видите, у нас захват свободно вышел в поле зрения, показался. После этого я могу перехватить эндоскоп, взять его обычным образом, и дальше уже манипулировать самим инструментом, захватом и эндоскопом. Ну, и здесь я сразу про захват хочу сказать. Берите думающие ассистенты, например, меня, себе в ассистенцию, которые... Потому что часто у меня с сестры есть стандартное автоматическое движение. Вот это открыть-закрыть, открыть-закрыть. В данной ситуации надо, если это первый раз она использует, то здесь, конечно, через голову все делать, и делать все по команде. Потому что здесь, видите, разного цвета, да, у нас кольца, и они соответствуют разного цвета. Вот, например, светлая, я открываю, видите, на экране более такая серебристая и темная. Темного цвета, собственно говоря, захват там, вот эта лапка захвата. Если я два одновременно открываю, мы сбрасываем, соответственно, обе. И здесь действуют они поочередно. Соответственно, наша задача именно поочередно хватать. И я должен, как ассистент, четко слушать команды уже непосредственно оператора и делать то, что он мне скажет. Да, могу сказать, что двойной захват – это достаточно сложный в манипулировании инструмент. Требует очень высокого уровня ассистента. И, как сказали Борисовичи, особенность в том, что вот эти две бранши, они независимы. Одна бранша управляется одним кольцом, вторая бранша управляется вторым кольцом. И на максимальный угол открытия в 90 градусов они открываются только по очереди. Либо одна, либо другая. Две одновременно раскрыть, ну, по сути, на 180 градусов невозможно. Это конструктивная особенность данного захвата. Они на 45, по-моему, градусов открываются. Да, если вместе их можно, это каждая, ну, примерно на 45. Вот сейчас я открою, если в поле зрения, может быть. Но это не рабочий вариант применения данного инструмента. Итак, бранши открываются по очереди. Итак, сейчас мы их закроем. Отойди, пожалуйста, что я схвачу. Черный. Все, я закрою. Так, как вы видите, бранши имеют разный цвет. Черный и серый. Это сделано специально. Так же, как и рукоятки. Кольца черная и серая. Это чтобы оператор мог давать команды ассистенту открыть черную, закрыть черную, открыть серую, закрыть серую. Итак, вот мы видим в поле зрения. Итак, открыть черную. Мы, как вы видите, захват должен быть проведен вперед с тем, чтобы бранши открывались за пределами колпачка. Потому что сам колпачок будет ограничивать. Если бы у меня находился инструмент чуть глубже, то это не позволяло бы бранше открыть захват. Неполное открытие будет. Итак, бранша должна быть открыта полностью на 90 градусов. И вот в таком положении, в открытом положении, я, по сути, положил открытую браншу на край колпачка. Дальше я управляю самим эндоскопом. Пытаться управлять захватом, двигая его внутри канала, это, ну, скажем так, не перспективно. Он не слушается, он, тут нет возможности его ротации. Поэтому надо стараться управлять эндоскопом. А вот уже в открытом положении. Вот сейчас мы подошли к краю дефекта. Прямая часть захвата должна идти прямо в дефект. Таким образом, чтобы вот эта неподвижная прямая часть оказалась со стороны брюшной полости. А вот открытая бранша полностью лежала на слизистой. Вот сейчас у нас достаточно корректно. Она лежит, я командую закрыть. Я закрываю. Пока только закрываем. Все, я схватил. При этом я чуть-чуть делаю шаг назад, чтобы не давить на стенку, а наоборот давать возможность ткани свободно лечь под эту браншу. После того, когда мы захватили один край, открываем серую. Вот в этом моменте очень важны навыки ассистента пытаться удерживать закрытыми одну браншу и открывать вторую. Вот это самый сложный момент в работе ассистента. Потому что не сделают привычное движение двумя пальцами на открытии. Да. Вот эта вот наработка этого навыка требует некоторой тренировки. То есть стоит в обязательном порядке. Нужно потренироваться на таких вот муляжах, на биологических моделях. Вот здесь компания «Достарс» в тренинг-центре. Эти все моменты можно отработать, попробовать руками, понять как работает и наработать вот эти необходимые навыки для дальнейшего применения в клинической практике. Итак, у нас схвачен один край дефекта, открыта вторая бранша и мы подходим и ловим второй край дефекта. Вот надо помнить, чтобы лоскут, вот эта бранша, плотно входил до самого угла, можно сказать, вот этой открытой бранши. Стремится к максимальному захвату вот этого лоскута. Вот мы сейчас пробуем это осуществить. Да, но и не всегда у нас одинаково подвижные края дефекта. Один край может быть более подвижным, другой менее. Это пробный тракт вычисляется, то есть, если мы здесь понимаем, что он будет подвижен, в жизни иногда будет выгоднее, скажем так, дистальный край подтягивать в максимальном направлении, иногда наоборот. Здесь это все зависит от конкретной клинической ситуации. Вот вы видите, что мне сейчас удалось несколько вывернуть лоскут, чтобы он был вот обращен в сторону бранши. Попробуем закрыть, закрываем. После того, как мы схватили, мы проверяем, как оно лежит. Видим ли мы оба губы вот этого дефекта. Да, мы видим, что мы схватили две стенки, они вполне, так сказать, плотно удерживаются. Видно серый захват, и если развернуться, мы увидим вот черный. Мы увидим, что мы оба держим, ничто не соскользнуло в этот момент, оба фиксированы на своих, как бы, частях мощного ста. Вибранши держат два края дефекта. Значит, с этого момента ассистент плотно удерживает, крепко удерживает у вибранши. Дальше оператор, то есть я, втягиваю, немножко подавая. Вот в этот момент надо действовать аккуратно, не натягивать, не сильно тянуть на себя, я имею в виду весь эндоскоп, чтобы на стенку органа не было сильного давления, чтобы сам орган был в таком расслабленном состоянии. Итак, то есть это вот я немножко подаю вперед, чтобы стенка желудка не тянулась, а вот захват с этими двумя краями втягивается внутрь колпачка. Вот это втягивание должно быть, ну скажем, максимально, насколько возможно его втянуть. Почему это важно? Важно, чтобы захват был полностью, край этого захвата находился внутри колпачка перед сбрасыванием клипсы. Если не втянуть захват достаточно глубоко, и кончик захвата будет выходить из колпачка, то может произойти крайне неприятная ситуация, когда клипса сброшенная сядет и захватит сам захват. Это крайне нежелательная негативная ситуация, выход из которой может быть очень проблематичным. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, мы втягиваем в данном случае просто до ощущения тактильного упора, просто до упора я максимально втянул, и дальше она уже не идет. То есть это края захваченных стенки, они упираются в край эндоскопа. Дальше. Я фиксирую захват, чтобы в момент сбрасывания не дать возможности ему сместиться вперед. Дальше. Обязательно используем вакуум. Вакуум, то есть отсос, помогает нам максимально плотно прижаться к стенке, максимально втягивая ее внутрь колпачка. И вот в таком положении. Фиксированный захват. Палец на клапане отсоса. Мы еще можем так вот пошатать, покрутить, посмотреть, что она плотно прижата. И после этого производим сброс клипсы. Сброс клипсы производится простым движением в полоборота. Буквально полоборота руки. То есть это вот свободный ход на 180 градусов. Он хорошо очень ощущается мануально, и видно движение на экране, когда клипсы проскальзывают. И вот эндоскопически это момент сбрасывания клипсы, он по такому вздрагиванию картинки ощущается. После этого я подаю инструмент вперед, и тем самым мы отодвигаемся от стенки и видим клипсу, который лежит на... Причем, что хорошо, видите, собственно линия нашего дефекта, вот рассечения два края, ровно посередине, как бы вот это сшивающие части, как раз-таки с двух сторон ее прошили, она четко легла посередине. То, чего мы добивались. Да, и после этого, когда мы отодвинулись от стенки, тогда мы высвобождаем захват по очереди, открывая браншу, то одну, то другую. Теоретически можно открыть сразу дверь. Просто это, как правило, не получается, она как бы так цепляется, застревает. Но можно пытаться открыть сразу дверь, не знаю сейчас, как у вас будет получаться. Я просто рекомендую по очереди, при этом вот такие вот, производя движения покачивающие, и немножко отходя эндоскопом назад, вот вы видите, что мы отсоединились. Мы высвободили из-под бранш стенки, и после этого можно спокойно удалить захват из канала эндоскопа, и эндоскопически проконтролировать результат наложения нашей эклипсии. Мы начинали вот с ближнего к нам, с максимального края дефекта. Самый частый вопрос, а какой дефект можно закрыть одной эклипсой? Ну, считается, что одной эклипсой можно закрыть дефект порядка двух сантиметров. Ну, даже до трех считается, но тут все зависит от эластичности ткани, от лабильности. Следующий вопрос, а если у нас дефект больше, чем 2-2,5-3 сантиметра? Как говорится, не вопрос. Берем вторую эклипсу, если она у нас есть, овеска, и накладываем ее рядом с первой эклипсой. Если мы продолжаем закрывать дефект клипсой овеской, надо помнить, что вот представьте, что у нас вот этот колпачок, мы вышли эндоскопом, зарядили еще одну эклипсу и зашли. При выполнении клипирования в таком случае важно, чтобы вторая клипса, точнее первая клипса наложенная оставалась снаружи от колпачка, чтобы никакая часть предыдущей клипсы, вот таким вот образом, не попадала внутрь колпачка. Иначе вторая клипса не ляжет эффективно, она захватит предыдущую. То есть металл на металл ляжет, а не на ткань. Более того, могу сказать, что, вот покажите сейчас, пожалуйста, где у нас, видите, здесь очень удобно сейчас вернулось мышечный слой, чтобы видно, как они сопоставились края. Если мы положим клипсу прямо вот так рядышком, она же конвергирует ткани, и иногда, если мы не очень ровно положили, как вот один край, например, имеет такое воно. То есть здесь микродефект будет в этой ситуации. И если они прямо плотно друг к другу, нам тяжело его распознать и тяжело поставить сюда, например, обычную клипсу, которая полностью герметизирует. Поэтому лично моя рекомендация, это все-таки немножко делать отступ, и здесь, когда они собрали между собой, поставить клипсы между ними, обычную гемостатическую, в случае, если надо подтянуть, есть какая-то неуверенность, проблем не будет. Если прямо клипсы, клипсы, иногда очень сложно между ними выявлять эти дефекты, поэтому я считаю, что лучше так всегда чуть-чуть отступить, пускай между ними будет зазор. У нас всегда есть хорошие, обычные, скажем так, клипсы, не резко. Да, и как вы видите, вот как в данном случае, сама клипса, первая овеска наложенная, она создала вот такой очень удобный конфигурацию, которую мы можем продолжать и обычными клипсами. То есть это вовсе не правило, это вовсе не закон, что раз мы взяли овеску, мы должны продолжать только овеску. Мы можем взять обычные клипсы, которые через канал Нейдоскопа, и вот захватывая, вот видите, а мы, кстати, сейчас так и сделаем. Давайте, Олег Борисович, возьмем эко-клипсу. Эко-клипсу, кстати, мои любимые, я больше предпочитаю клипсы. Юрий, еще раз кратчу, он пенсионер, он любит экономить. Я люблю простое, надежное, недорогое. Кстати, мы можем прямо через этот, не снимая. Хотя, дай покажем демонтаж, на самом деле. Демонтаж. Как быстро демонтировать? Да. Вынимай. Как демонтируется система овеска после... Минуточку. Да, вот Олег Юрьевич сразу ослабляет. Я беру вот этот колпачок, стягиваю и просто тащу. И все, видите? Да, при этом разматывается катушка и спокойно отсоединяется узелок, который фиксировался в этой прорези. После этого отлепляем вот эту липучку и снимаем катушку с клапана эндоскопа. Все, демонтаж системы произведен. Повторно заходим в желудок. Вот наша клипса, да, овеска. Вот наш дефект, уже такой сложенный. Почему я предпочитаю вот эти клипсы эконом-версии? В том, что ее применение более автономно для оператора. То есть в плане вращения. Потому что вращение осуществляется оператором, а не ассистентом. То есть к ассистенту требуется только открыть-закрыть. А вращение осуществляется оператором. Ну, мне это кажется удобным. При этом, если ситуация, вы стоите в неудобной, много изгибов, либо инверсия, вращение ее будет ограничено, я бы сказал. Она будет возможна, просто несколько ограничено хуже. Итак, мы открыли клипсу, но вы видите, она стоит сейчас как раз вдоль дефекта. А ее желательно бы развернуть поперек. И вот это делаю я. Это делается простым вращающим, таким перетирающим движением у входа в инструментальный канал. Я, как вы видите, против часовой стрелки всего лишь поворачиваю на немножко. Все, и клипса развернулась. Вот чем это удобно и чем это больше нравится. А от ассистента чуть больше, чуть меньше, надо передавать информацию, насколько повернуть клипса. А тут ты это делаешь сам. И вот уже в таком положении подхожу к дефекту, закрыть. Вот, мы захватили. Мы проверяем, как она схватилась, хорошо ли легли бранши, надежно ли мы удерживаем. Если она все устраивает, командуем угу. Все. И клипса отсоединяется от системы доставки. И таким образом можно продолжить вот этот шов и полностью закрыть этот дефект с хорошим клиническим эффектом. И это тоже надо понимать, что когда мы говорим, что веска дорога, ну вот сколько она сейчас стоит? Около 40 тысяч, наверное. Порядка 30-40, но лучше уточнить. Да, я, честно говоря, точно не скажу. Ну, пускай 40. Менжеров компании Understar. Пускай там 40, она стоит тысяч. Одна клипса эконом-класса, по-моему, 3 500, что ли? 3-4 тысячи, опять-таки, там надо уточнять. Вот, но вы понимаете, что если крупные дефекты, нам надо потратить много клипс, мы зачастую потратим тоже клипсы овеска. И иногда еще можем и больше потратить. Поэтому экономия, здесь надо вот от ситуации считать. Не надо думать, что овеска это просто тупо дорого. И второй момент, что овеска, за счет, вот как сейчас Олег Юрьевич показывал ситуацию, она на себя берет основное натяжение, удерживая стенки за счет мощи клипсы, она не даст им разойтись. Остальные клипсы, по сути, только герметизирующие. Они уже не держат на себе вот это натяжение стенки. Поэтому такой вариант весьма выгодно смотрится для устранения подобных дефектов крупных. Да, самым оптимальным вариантом вот в таких сложных случаях крупных дефектов оказывается комбинированного использования и крупных клипс овеска и использования стандартных обычных клипс. Можно получать самые оптимальные результаты и в плане экономическом расхода материалов и в закрытии самого дефекта. Вот такие вот пироги. Ну, я не знаю, вот здесь вопрос я загляну, посмотреть. На самом деле у нас только Юлия Мороз спрашивает. Могли подсказать алгоритм действий приемов ревейса, возникающего во время диагностической гастроскопии в амбулаторных условиях, допустимое наложение клипсов в амбулаторных условиях? Безусловно. Значит, вопрос, который спрашивает наш коллега, это, по сути, осложнения, которые могут встречаться при выполнении. Инвазивных исследований. Оно диагностическое, но оно инвазивное, и поэтому оно может иметь свои осложнения. Если случился, как в данном приведенном примере, Меллори-Вейс, синдром Меллори-Вейс, то есть кровотечение, разрыв пищеводно-желудочного, слизистый, пищеводно-желудочного кровотечения. Мое глубокое убеждение, любое отделение, даже поликлиническое, простой кабинет эндоскопии в поликлинике, нужно помимо эндоскопа иметь инъекторы, клипаторы. Это должно быть. Почему? Потому что могут встречаться такие ситуации. Возникло кровотечение. Если кровотечение интенсивное, и там вы видите прямо струю, струйное кровотечение, следующим шагом стоит взять инъектор. Это одноразовая упаковка. Открываем упаковку. Раствор адреналина. Одна ампула адреналина до 10 кубиков, 10 кубовый шприц из раствора добираем. Все, вперед. В эту зону не надо никакой большой прицельности, просто где-то в эту зону из нескольких точек укололи, по 1-2 мл ввели этот раствор адреналина. Ваза констрикция, интенсивность кровотечения сразу уменьшается. И таким образом из струйного кровотечения она становится уже не струйным. И еще через пару минут, как правило, вообще останавливается. И уже в такой ситуации, более спокойной, когда нет интенсивного кровотечения и поле зрения заливается кровью, мы можем выполнить следующий этап, скажем так, окончательного гемостаза. Берем клипсу, самую обычную, которая через канал эндоскопа. И клипсой клипируем тот видимый сосуд, который был источником кровотечения. Это вот мое пожелание и мой такой вот месседж ко всем коллегам. Это вещи, которыми должны владеть абсолютно любой эндоскопист. Даже если он работает только в поликлинике и занимается только диагностикой. Потому что вот такие ситуации, они могут произойти. Кстати, про то, с чего мы начали, зашивание вот это, когда мы клипсы с ниткой порешились, а второе, другое, это стягивали края за счет нити натяжения. Таким же образом можно зашивать и, в общем-то, крупные дефекты, слизистые оболочки, не обязательно перфорации, именно слизистые сводить. Как правило, это не требуется, просто по самой ситуации. Но теоретически, в каких-то ситуациях, таких отдельных клинических, когда мы хотим 90-перстная кишка, например, когда мы пациент сложный, мы боимся кровотечения, то, в принципе, таким же образом можно полностью зашить дефект. При сложном доступе, вот чтобы наложить клипсу, которая через канал эндоскопа проводится, чтобы она эффективно захватила, издавила кровоточащий сосуд, мы должны оказывать давление на стенку. Но положение эндоскопа может быть неудобное, в частности, 12-перстный кишка там. Это самое такое неудобное положение, которое мы можем иметь при эндоскопии. И вот в этих случаях можно не подобраться, эффективно не расположить клипсу относительно стенки источника кровотечения. И поэтому такими несколько более сложными вариантами, как накладывать туда, куда удается наложить, и потом стягивая это место, закрывая его, вариант гемостаза. Ну, это уже такие фантазии на тему. Ну, а дальше уже будет у нас рассказывать про фантазии уже Владимир Александрович. Следующий. Пока уходим на перерыв.